друзья всех приветствую с вами интернет-магазин antelife.com.ua сегодня буду рассматривать куб планшет называется модель у 65 gt или talc 9x в общем один из первых планшетов наверное за год в моих руках потихонечку будем начинать продавать их снова отказались мы из-за планшета потому что было много проблем да и как-то вот не актуально это все стало сейчас вроде бы начали спрашивать снова эти модели заказали по моему мнению одну из лучших моделей планшетов модель многомультизадачная многозадачная очень много функций полезных да и в принципе я не нашел каких-то таких минусов в этой модели из-за которых можно не покупать ее для меня модель практически идеально со всех сторон поставляется планшет вот в такой вот коробки коробка стандартная в коробке особо нет ничего интересного есть оттк есть скрепочка есть документация от производителя и смутило что в таких планшетах таком планшете почему-то вот такая вот зарядка не кажется она мне слишком качественной со стандартным юсби когда я держал модели прошлогодние и даже 2013 года то планшеты были с более серьезными зарядками планшет у нас поставляется в белом и в темном цветах есть 16 гиговые есть 32 гиговые версии у меня 16 гиговая в белом цвете модель у 65 gt давайте рассмотрим его внешний вид спереди у нас есть большой экран почти практически он 10 дюймовый размер его 9 и 7 матрица здесь IPS ОГС стекло ОГС технология нет воздушной прослойки разрешение экрана 2048 на 1536 есть у нас сверху фронтальная камера на 2 мегапикселя и датчик автоматической яркости больше в принципе здесь особо ничего нет с этой грани у нас ничего здесь у нас есть слот под карту памяти и разъем под наушники здесь у нас кнопка включения выключения качелька громкости слот разъем под sim карту micro sim вставляется у нас и здесь у нас два динамика вот этот и вот этот и разъем micro usb сзади планшет имеет алюминиевую крышку здесь есть логотипы куб есть сталк 9x есть 8 мегапиксельная камера и вот такая вот штука если честно не знаю для чего это какой-то какая-то пластмасска обычная просто вот как стильно дизайн планшета выполнен в стиле айпада принципе очень классный дизайн удобно и здесь такие моменты чтобы держать расстояние толщина планшета составляет около 8 миллиметров планшет очень тонкий очень удобно его держать корпус классный но на перегиб немножко потрескивает практически не знаю очень незначительно практически не слышно это все и я считаю что это абсолютно не должно нас останавливать покупать эту модель в целом по корпусу по дизайну мне очень планшет нравится но больше всего нравится что он многозадачный у него можно вставить карту памяти можно вставить sim карту 2 стереодинамика то есть все здесь выполнено очень очень классно смотрим его технические характеристики с самого начала сделаем мы это через программку antutu tester точнее antutu benchmark antutu tester будет у нас попозже значит набрала эта модель 28 999 баллов это стандартный показатель сказываю что здесь за железо внутри модель у нас куб у 65 жить и 44 android процессор у нас мтк 8392 это аналог мтк 6592 то есть тоже восьмиядерный но он адаптирован под планшеты чтобы планшеты дольше работали без подзарядки мали 450 у нас графический ускоритель разрешение экрана 2048 на 1536 то есть это больше чем full hd 8 мегапиксельная камера 2 гига оперативки 16 встроенных есть версии на 32 но в принципе считаю что 16 вполне достаточно процессор имеет точно такую же частоту работы как и мтк 6592 то есть это 1664 мегагерца 8 мегапикселей основная камера фронтальная камера идет на 2 мегапикселя принципе больше так особо ничего мультитач здесь 10 точечный в этой модели нужно будет положить и продемонстрировать 10 точек из датчиков которые есть в этой модели здесь есть gps плюс ко всему здесь поддерживается sim карта здесь есть датчик освещения акселерометр и в принципе это модель поддерживает отг разъем то есть можно подключить мышку флешку клавиатуру это очень удобно прошивка у нас заводская я честно скажу я не стал заниматься разбираться там какие самые лучшие прошивки вот заводская прошивка мы на ней планшет и оставили прошивка пришла с завода вот такая принципе особых нареканий у меня нет все работает четко быстро ничего не зависает вай фай не отваливается единственное что в разработчиках я поставил работу gpu ускорения чтобы менюшка плавненько листалось чтобы все было красиво и хорошо кран 9.7 дюймов ips матрица также по информации в интернете до какого-то там месяца 2014 года выпускалась эта модель с матрицей о гс сейчас икзо это немножко другая технология но в целом я вам хочу сказать что экран действительно заслуживает похвалы я обычно его кручу верчу сейчас вам покажу что я имею ввиду имею ввиду что я его кручу обычно с от по всем сторонам если экран хороший то у нас не должен меняться не по диагонали не под углами никаким другим боком в принципе давайте уберу автоповорот и вот демонстрирую вам я считаю что экран классный углы обзора шикарные цветопередача отличная под любыми углами как я его не кручу у нас картинка не меняется и не теряет свои цвета не уходит в негатив для меня это очень важно я считаю что экран действительно хорош планшет имеет 2 гига оперативки имеет восьмиядерный мтк 8392 единственное что может для него быть проблемой то есть на таком же процессоре воспроизводились игры в смартфонах максимум на моей памяти это full hd здесь разрешение больше поэтому планшету немножко тяжелее воспроизводить эти все дела но давайте посмотрим основные игрушки которые я установил как я считаю что пищеварный В общем-то с играми особых проблем нет Планшет хорошо справляется с любыми игрушками Даже несмотря на то, что такое разрешение у нас экрана большое Аккумулятор здесь, разные источники пишут по-разному Официальный представитель в Украине Это 10 000 мАч Ну и в некоторых ресурсах это 9600 Итак, в режиме я как всегда тестировал Мне было очень интересно, насколько классный аккумулятор в этом планшете Он действительно очень классный И это первое было, то что я тестировал, это был аккумулятор В режиме игры, в режиме Epic Citadel У меня была максимальная яркость У меня был максимально заряженный аккумулятор без Wi-Fi Со 100% до 4 он разрядился за 4 часа 57 минут Это очень классный результат, по моему мнению Ну, вы сейчас просто по другим параметрам увидите И предлагаю вашему вниманию диаграмму разряда Видно, что на протяжении всего времени, всего разряда Никаких проблем не было Единственное, что в конце он немножко после 10% Ниже 10% он уже в конце падал Далее я тестировал эту модель планшета в Antutu тестере Как вы видите, результат шикарный 9516 Ну, для сравнения Lenovo P780, либо TCL 4400 набирают порядка 12 тысяч То есть это очень автономный планшет Для такого большого размера дисплея Это очень классный результат Воспроизведение видео Видео формата обычного Даже не 720p Не максимальная яркость И со звуком То есть максимально такие условия В которых, в принципе, можно смотреть фильм В более-менее темном помещении То есть, ну, яркость была где-то среднего уровня Итого, у меня за 10 часов Чуть более 10 часов Планшет разрядился со 100% до 7 То есть, вдумайтесь только Непрерывно на протяжении 10 часов Планшет воспроизводил видео со звуком Это очень классный результат Я просто впечатлен Думал, будет значительно меньше Также я тестировал в этой модели GPS GPS действительно работает Первый старт у меня был довольно-таки долгий Занял он порядка 222 секунд Повторно не пробовал Но я думаю, что повторно довольно-таки быстро было Еще хочу добавить, что мне понравился звук этого планшета Я не буду демонстрировать его на камеру Потому что все-таки через камеру это будет не то Скажу только то, что здесь действительно работают два этих динамика Скажу то, что мне крайне понравился звук в наушниках Он громкий, он с басами И он действительно очень громкий Уровень громкости примерно такой же, как на моем ноутбуке На ноутбуке у меня громкость всегда больше, чем в любом другом смартфоне, который я слышал Такого уровня громкости в смартфонах, например, нет В планшете есть сим-карта Сим-карта стандарта практически всех стандартов Поддерживает 3G-связь То есть можно устанавливать симку И пользоваться беспроводным интернетом через сим-карту Также можно с планшета этого и позвонить Единственное, что к уху приложить не получится Наберем оператора Здесь нет датчика приближения Это все не то То есть максимум Что можно сделать, это общаться вот в таком вот режиме Камера это то, что меня тоже впечатлило в этой модели Она заявлена на 8 мегапикселей Фронтальная заявлена на 2 мегапикселя Когда держишь планшет Когда пытаешься ним что-то сфотографировать И видишь как это выходит у нас на экране Не впечатляет Но когда я просматривал те фотографии Которые у меня получались Я действительно был впечатлен Объясняю почему Потому что лист формата А4 Я вот сделал фотографию Вот посмотрите Какое качество это сделано Камерой вот этого данного планшета Какое качество Как выглядит текст Какая детализация То есть я был впечатлен Что такого уровня камера В планшетах То есть Ну не знаю насчет 8 мегапикселей Ну наверное 5 здесь есть И они такие хорошие Нормального качества Видеозапись у нас идет В формате Сейчас скажу вам каком Даже в Full HD Но качество средненького уровня Я запишу для вас видео Я запишу для вас Фото сделаю И вы сможете посмотреть В описании под этим видео Вот такая вот модель Cube U65GT Мне планшет этот очень понравился Объясняю чем Тем что он в первую очередь Многозадачный У него есть Хороший экран Хороший процессор Очень классный аккумулятор Под эти все технические характеристики Который действительно Отрабатывает свои 10 тысяч миллиампер часов Планшет обладает Недурной камерой Основной на 8 мегапикселей И фронтальной на 2 мегапикселя Планшет имеет слот Под сим-карту Что немаловажно Так как планшет Это мультимедийное устройство И нужен доступ в интернет Не всегда будешь планшетом Пользоваться в домашних условиях Поэтому интернет с сим-карты Обязателен Это все реализовано в этой модели Также хочу сказать отдельно Что есть слот под карту памяти То есть несмотря на то Что здесь 16 гигов встроенных Из которых около Там 12 свободно для пользования Всегда можно расширить ее За счет карты памяти Если вы геймер Если будете устанавливать игры То конечно же 16 гигов Из которых 12 свободно Этого будет недостаточно Всегда можно использовать Для сторонних программ Для сторонних там Фильмов Видео Аудио Можно всегда использовать Карту памяти Именно поэтому Я считаю Что на сегодняшний день Я вот просматривал Варианты Какие еще будут Интересны нашему покупателю Я считаю Что это одна из самых Сбалансированных моделей Она доступна По цене В первую очередь Цена в долларе Примерно Около Там 190 долларов Ну максимум 200 у нас Из наличия в Украине В Китае Эту модель Можно купить Что-то там За 180 175 долларов В принципе все Куб У 65GT Подписывайтесь На наш канал Заходите к нам В группу Заходите к нам На сайт Модели есть в наличии Пока что Только в белом цвете На этом все Спасибо Всего доброго Субтитры сделал DimaTorzok